Алексей, расскажите, пожалуйста, вот в китайской чайной церемонии огромное внимание уделяется, собственно, не только чаю, а сколько церемонии. Насколько вообще это имеет смысл? Есть ли в этом что-то? Ну, если мы смотрим с точки зрения медицины, то в общем да. Потому что огромное количество действий, которые нужно совершать, огромное количество предметов, каждый из них со своим предназначением, со своим характером, я вам, может быть, даже так сказал. По сути, это такая своеобразная психотерапия. Ну, в принципе, все, как вот эти вот прекрасные восточные вещи типа медитации и прочих интересных практик, они в основном связаны именно с расслаблением, с попыткой, по крайней мере, бороться со стрессом. Когда ты занят какой-то механической работой, причем она строго регламентированная, получается так, ты совершаешь некое ритуальное действие. Ритуальные действия в медицине, в принципе, они успокаивают, это, в общем, известная вещь. По крайней мере, они работают в снижении тревожности. Тревожность она сопровождает и болезненное состояние, и когда мы, скажем так, психологически себя не особо комфортно чувствуем. И поэтому, да, некоторое, то есть не то, что прям совсем полностью человек может успокоиться. Вместо психотерапии. Да, не то, что вместо психотерапии, я бы сказал, что вместе, потому что и здесь может что-то пойти не так, да, там, не знаю, какая-нибудь посуда лопнуть, что-то рассыпаться, разлиться и прочее. Это определенно не успокоит. Но предназначение, да, именно такое, чтобы человек пришел в себя, скажем так, то есть гармонизировался, если так можно выразиться. Супер. Так, давайте мы с вами немножечко сейчас понюхаем, вот, как требует того, собственно, церемонии. На самом деле, я это воспринимаю абсолютно в большей степени с утилитарной точки зрения, потому что чай пахнет, на самом деле, довольно вкусно. У нас с вами сегодня два чая. Первый это дунь-дин, тайваньский чай, тайваньский лун, светлый, собственно. Интересный. Знаете, какие-то мясные нотки. Вот, очень, каждый какие-то свои особые ассоциации находят. Это жоугуй, уишаньский лун, темный. Это уже с континентального Китая. Да, интересно. Особенно интересно после премьерсионных ковидов, да, то есть вот эта вот гамма-чувство. Меняется сильно, да? Она настолько меняется, да, что чай это как-то странно. А вы до ковида, после ковида пили чай, и какая-то разница? Да, разница есть и в кофе, и в чай, то есть оно прям очень сильно ощущается. И плюс, ну, у меня не так сильно изменились вкусы, а вот у супруги изменилось. Она перестала чувствовать соль. Вообще. То есть ей практически все кажется вот в две грани, либо несоленой вообще, либо пересоленной до невероятности. Причем, что интересно, это не зависит от того, сколько соли клали. Забавно. Ну, то есть вкус соли не поменялся, он просто как бы вот... Он стал радикальным, то есть либо все, либо ничего. Получается так, то есть нет вот этих средних оттенков, поэтому и довольно сложно стало в некоторых продуктах. В крайности. Да. Так, мы сейчас с вами, собственно, чай пьем проливом, как это, собственно, часто делают в Китае. Это один из основных способов употребления. И вопрос. Мы довольно недолго выдерживаем чай, то есть время экспозиции довольно маленькое. Расскажите, пожалуйста, как вот степень экспозиции влияет вообще на итоговый напиток? Что там остается? Ну, по сути, если мы будем смотреть с точки зрения фармакологии, то любой чай – это настой. И, соответственно, чем дольше у нас контакт сырья с кипятком, ну, точнее, конечно, тут не обязательно кипяток, да, там есть определенный разный режим, я в этом не разбираюсь, да, то есть мне больше с точки зрения фармакологии все это дело интересует. Получается, что разная степень экстракции. И что интересно, да, конечно, то есть в основном это будут водорастворимые вещества, а в чайных листьях содержатся и жирорастворимые, вот там как бы отдельная тема, как их оттуда вытащить. То есть там есть всякие, да, какие-то дополнительные ухищения, да, мы используем какие-то жирорастворимые вещества, ну, тоже молоко, например, хотя там тоже есть свои нюансы. Получается так, что чем дольше мы чай настаиваем, тем в итоге больше в нем биологически активных веществ. Сразу тогда вопрос у меня про, если уж про экспозицию заговорили, есть такой, не знаю, можно назвать его напитком, да, там, в каком-то смысле, в некоторых культурах, даже назовем его традиционный чефир, да, обычно связывают, я так понимаю, что связывают с его странным действием как раз-таки супердолгую выдержку, супердолгую экспозицию и выделение дубильных веществ. Что про это сейчас вообще знает медицина, наука, токсикология? Я бы сказал так, что по большому счету мы за очень долгую экспозицию большой дозы чайной массы мы оттуда вытаскиваем максимум кофеина. Я бы сказал, что это все-таки концентрированный напиток кофеиновый в первую очередь, потому что все остальное, ну, да, там будут некоторые другие вещества, опять же, зависит от того сырья, который завариваем. Если уж мы будем смотреть, опять же, традиционные культуры, да, субкультуры, я бы сказал так, то там все-таки используется то, что мы называем черным чаем, соответственно, у нас там биологически активных веществ будет не очень много, потому что он подвергался ферментации, а кофеина там будет вот более чем достаточно, поэтому я думаю, что это способ экстракции кофеина. Ну, черный аналог, соответственно, в Китае, красный, да, в Китае. Так, давайте сначала с вами тогда понюхаем уже сейчас влажный настой, очень аккуратно, потому что может немножечко быть горячо. Он будет немного меняться. Да, ну вот теперь мясом не пахнет, хотя уже хорошо. Запах интересный, да. То есть тут сложно сказать. И еще отдельно нюхают, вообще для этого есть даже специальные там чайные пары, отдельно еще эфирные масла, которые уже просто пленочкой растекаются, как поверхностно-активное вещество. Принципиально отличающийся запах. Отличается, да, прям. Сильно отличается. Так, и, соответственно. Интересно. Теперь дундин. Да, и здесь другой. Ну, масла дундин, а потом, соответственно, мы к ним еще вернемся. Так, подскажите? Значит, вот мы чай заливаем не кипятком, здесь не 100 градусов. Как вообще влияет температура на то, что получается в итоге, итоговый напиток? Опять же, мы смотрим с точки зрения медицины, да, естественно. То есть, то, как это сказывается на вкусе чая, пусть об этом рассказывают специалисты именно в этой области. Если мы говорим о температуре напитка, причем любого, это может быть кофе, это может быть, я не знаю, там, что угодно. Но похоже, что температура 65 градусов Цельсия, она является такой пограничной. Есть такая организация, Международное агентство по изучению рака. Оно, конечно, можно назвать алармистским в некотором смысле, потому что они работают как бы не то, что с опережением, но с таким, с пере... Как бы правильно не сказать, перебдеть им лучше. Они считают, что лучше перебдеть в этом вопросе. И поэтому из доказанных неканцерогенных веществ у нас только одно единственное, это капролактам. То есть, чего женские колготки делают, то есть искусственное волокно. И, кстати, спецы говорят, что можно создать условия, при которых из капролактама мы тоже достанем канцерогены. Но, тем не менее, единственный представитель группы, где доказаны неканцерогены. Получается, что все остальное канцерогены, вообще все в мире. И температура 65 градусов, она, в общем, тоже признана канцерогеном. Другой вопрос, что это очень интересное, на самом деле, наблюдательное исследование. Естественно, как это всегда связано с канцерогенностью в основном. При этом есть неплохое объяснение. То есть, мы понимаем, почему это происходит. Дело в том, что вот эта температура, она близка к ожогу слизистых. Если мы пьем действительно такой горячий чай, то, ну, я думаю, что многие сталкивались с неба, начинают прям свисать куски слизистые. Это не очень хорошо. Почему? Потому что мы заставляем слизистую лишний раз регенерировать. Делятся. Да. Клетки активно делятся, активно, еще раз, еще раз. И вот мы каждый раз создаем дополнительные условия для того, чтобы они сорвались в неконтролируемое деление. Что такое? Это рак, соответственно. То есть, мы говорим только о раке вот как раз верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. И есть интересное еще одно наблюдение, что у мужчин он регистрировался чаще, чем у женщин. Не могли разобраться, почему. То есть, ну вот, не то, что значимое, не то, что там статистически значимое, оно и клинически значимое. То есть, разница гигантская получается. Стали выяснять. С культуры как-то? Да, абсолютно верно. Дело в том, что все это проверяли в традиционных культурах Востока. И что у нас там получается? Что мужчины сидят за столом, женщины бегают вокруг, носят им все горячее и прочее, прочее. Мужчины пьют кипяток. То есть, максимально горячий чай. При этом, естественно, максимально рискуют. А женщины уже потом у себя на своей половине совершенно спокойно пьют остывший напиток. Ну, точнее так, ниже 65 градусов. И поэтому именно эта разновидность рака у них встречается гораздо редче. Вот такие интересные нюансы в этом вопросе. Но я еще раз повторяю, это может быть абсолютно любой напиток. Не обязательно чай, это может быть и кофе, это может быть, я не знаю, там, если борщ есть такого же примерно температурного режима, то тоже ничего хорошего не получится. Ну, в общем, просто один из факторов риска, не то, что прям на 100%. Ну, лучше не рисковать. Хотя я знаю, что есть люди, которые прям, вот вода еще булькает, они уже ее пьют. Я это понять не могу. Для меня это сложно. Холод здесь также может как-то повлиять? Какие-то холодные напитки? Холод влияет немножечко в другую сторону. И в основном там, конечно, такой фактор риска – это газы. То есть, если есть газация, соответственно, у нас есть риск того, что газы при переходе из холодного, или помещения, да, или бутылки, которые стояли в холодильнике, и потом в нашем организме они резко расширяются, особенно вот если мы разгорячены. Сейчас вот жара, по крайней мере, обещают, да, и все остальное прочее. Мы разгоряченные, мы спешим к киоску, видим там эту запотевшую бутылочку, ее раз – и залпом в себя. И потом внезапно появляются какие-то странные ощущения. Сначала покалывание вот где-то в области грудины, потом прям боли, а потом в некоторых наиболее неблагоприятных случаях даже появляется что-то вроде пупорчатого полиэтилена здесь, на грудной клепке. То есть, что это такое? Это воздух. Что произошло? А это так называемый либо банкетный пищевод, либо синдром Бурхаве. Синдром Бурхаве описан, в принципе, на шампанском был в свое время, на ледяном шампанском. Переход в горячий организм приводит к тому, что газы, которые растворены, они же были сжаты, да, из-за низкой температуры, они быстро очень расширяются. И вот это быстрое расширение, оно приводит к тому, что в небольшом объеме пищевод у нас в общем не очень большой и не сильно растяжим, поэтому продольные, ну не то что разрезы, трещины по пищеводу. Вплоть до того, что не только слизь может трескаться, но и вообще целиком через весь пищевод, когда прям человеку сильно не повезло в этом смысле. И тогда воздух может входить в средостение, и да, вплоть до того, что мы будем даже его под кожей наблюдать в виде крепитации. А так, ну можно вспомнить, что, например, холодное питье может вызывать икоту при прохождении через диафрагму. И газы в том числе, и холодные напитки, они могут работать как стимуляторы коты, запускают и что потом с ней делать не очень понятно. Это скорее дискомфорт. Это скорее дискомфорт, да, но если говорить о каких-то фатальных последствиях именно холодных напитков, ну вот единственное, наверное, вот это можно вспомнить, потому что когда говорят, что не пей холодное, ангина будет, это не совсем правильно. Ангина будет при довольно таком редком стечении обстоятельств, там должен быть и возбудитель конкретный, там должна быть и монологическая картина соответствующая, все остальное прочее. Локальное переохлаждение, ну чисто теоретически оно может сработать как один из факторов, но лишь как один из, то есть это необязательно повлечет ангину. Как просто такой спусковой клучок. У нас тут вот с вами два чая, один темный улун, другой светлый улун. Они, собственно, довольно сильно отличаются по цвету напитков. Ну, конечно, не так сильно, как отличались бы зеленый чай и пуэр, но тем не менее. И разница у зеленого чая, у пуэр, у, собственно, темного и светлого улуна, основная это степень ферментации. Расскажите, пожалуйста, как степень ферментации влияет на нас? Здесь у нас довольно просто, да. Опять же, с точки зрения токсикологии, если мы смотрим, ну, либо состава биохимического, то это такие две пересекающиеся кривые у нас получаются. То есть мы начинаем с небольшого содержания кофеина и высокого содержания полифенолов, например. Ну, чаще всего мы как бы на них ориентируемся, как основные биологически активные вещества. А потом происходит вот такой сначала перекрест, а потом расход ножницами, что называется. Перекрест, он будет где-то в районе как раз улун. Примерно получается так. А туда ближе к пуэру в основном остается кофеин, потому что это невероятно стабильное вещество. Он термостабилен, ему, в общем, не сильно мешает и температура, там около 200 градусов, например. И поэтому в кофе сохраняется как раз больше всего кофеина. А в процессе ферментации разрушаются те же полифенолы в первую очередь. И поэтому можно сказать, что с точки зрения биологически активных веществ, чем светлее чай, тем их там больше. Чем темнее, тем, соответственно, их там меньше. Именно в процентном содержании. Супер. Раз про кофеин зашла речь, где всё-таки больше кофеина? В чай или в кофе? Опять же, зависит от. Да, потому что, как вы понимаете, напитки, они разные могут быть. И тот же кофе опять же разный бывает. У нас есть условно-бескофеиновый кофе. Почему условно? Потому что целиком без кофеиновый мы не можем сделать, в принципе. Ну, как и чай, строго говоря. То есть у нас на сегодня не существует таких методик, которые позволяют его убрать в ноль. Поэтому без кофеиновый, то есть ниже определённого процента. И поэтому, скажем, в чашке без кофеинового кофе будет что-то около 3 миллиграммов кофеина. А если сравнивать, например, с зелёным чаем, там будет около 20 миллиграммов этого самого кофеина. Рядышком будет находиться какао. Это 19 миллиграмм примерно. А вот в чёрном чае уже 40-45 в зависимости от того, как мы будем его готовить. То есть, да, так основательно растёт, можно сказать. И поэтому я бы сказал, что по количественному составу они похожи. Но вот по качественному там немножко разные. Потому что в чае... Чай вообще очень интересный в этом смысле коллекции соединения, я бы сказал так. Потому что там присутствуют все три кассантина. Это единственный напиток из тех, что нам доступен, где именно такая ситуация. Там есть и теобрамин, и теофилин, и кофеин. Это всё метилксантины. И с ними, в общем, связано основное количество биологических эффектов. Правда, есть опять же свои нюансы, свои тонкости. Того же теофилина, ну хотя считается, что это как бы родной его ксантин. То есть, чайный. Он поэтому и называется теофилин. И в медицине он реально используется, как бронхорасширяющее средство, как там прочее. Он, в принципе, ингибитор фосфодиастеразы. Поэтому он даже там сосуды некоторые может расширять, всё остальное прочее. Но в чае его содержится примерно 1 миллиграмм на литр. И вот для того, чтобы достичь терапевтического эффекта, нужно за сутки выпить примерно 800 литров чая. Многовато, да. Это сложно, я бы сказал так, да, это сложно. Поэтому нельзя сказать, что это как бы основной, да, основной ксантин. То же самое касается теобрамина. Да, он здесь есть, но следовые количества, поэтому как бы на него упор тоже делать не стоит. И вот здесь интересная история. Долгое время его предлагали даже называть таином. То есть отдельный кофеин, который есть в чае. В одной простой причине. Здесь одновременно содержится очень интересная аминокислота, эльтеанин. И она... В смысле кофеин не разный? Кофеин один и тот же. Но здесь есть вот эта добавка, эльтеанин. И она одновременно является антагонистом кофеина, с одной стороны. А с другой стороны замедлителем его биодоступность, я бы сказал так. Получается, что здесь, когда мы пьем чай, то бодрящий эффект он пониже, если мы будем сравнивать с кофе. Но длиннее. Да, то есть кофе это на короткий промежуток времени, чай получается на длительный, но менее выраженный. Вот именно за счет вот этого эльтеанина. Его, что интересно, пытались извлекать отдельно. Мол, ну раз он такой полезный, давайте будем его продавать в виде биодобавок. И здесь выясняется интересное, что да, действительно, никаких научных обоснований под этой идеей нет. Ровным счетом. То есть сам по себе эльтеанин, в общем, ни о чем, что называется. То есть, как очень часто это бывает, все это дело работает в комплексе. То есть я не исключаю, что там есть еще какие-то молекулы в этом окружении. А, даже просто с кофеином его недостаточно. Да, совершенно верно. То есть это, кстати, о многих веществах. Мы еще сегодня будем говорить о некоторых из них. Именно так, как мы их извлекаем в чистом виде, либо ерунда получается полная, то есть они не работают абсолютно, либо даже еще начинают немножко вредить. Поэтому, видимо, чай как напиток, это вещь такая сбалансированная. Куда, наверное, лезть не стоит. И доставать отдельно оттуда действующие вещества, это все-таки идея плохая. Ну или, может быть, стоит, но к этому надо тщательно, долго подходить. Я боюсь, что мы никогда не узнаем полный состав. Тем более, что он настолько вариабелен, что это практически нереально. Мы сейчас не знаем как бы состав чая. Нет, мы не можем написать его на... Нет, мы можем некоторые вещества выбрать. То есть мы можем сказать, что там есть кхантины, мы можем сказать, что там есть каптохины, например, и так далее. То есть мы все это можем разложить. То есть группы примерно. Опять же, примерно не все. Основные по содержанию. И когда мы смотрим на анализ, мы берем химико-аналитическую лабораторию, мы загружаем разные варианты чая, и видим, что даже, ну вроде бы как, одни и те же сорта в разные годы они могут давать разный состав. То есть у нас нет такого понятия, как стандартный чай, по крайней мере, с точки биохимии и токсикологии. И разный состав. И долевой, и получается просто по качеству на разные составы. Они, конечно, будут не капитально различаться. То есть кофеин будет везде, естественно. Вот эти кхантины будут везде. То есть там некоторые нюансы. Но иногда они могут даже сильно отличаться от региона. Но это уже понятно почему. Потому что разные почвы, естественно. А это растения. И растения в себя тянет все, что есть в почве. Так, давайте тогда поговорим про... Раз уж мы заговорили в том числе про состав. У нас есть вот зеленый чай. Ему приписывают какой-то нереально волшебный состав. Который, в общем-то, помогает от всех болезней. Наверное, даже не в китайской народной медицине, а в русском народном представлении о китайской народной медицине. Я бы так выразился. Я бы даже уточнил в мировом представлении. В мировом представлении, да. Расскажите, пожалуйста, про зеленый чай. Что там есть правды, что там есть мифов в этом его чудодейственном эффекте? Мои китайские коллеги, которые врачи нормальной, скажем так, медицины, они в свое время пошутили, что для того, чтобы оздоравливаться при помощи зеленого чая, нужно иметь очень неплохой исходный фон здоровья. Потому что это действительно невероятное количество биологически активных веществ. И увлекаться зеленым чаем это крайне не рекомендуется. По крайней мере, даже в их культуре, в их представлении, во всем остальном. То есть всякие ферментированные чаи, они как бы, да, более-менее ничего страшного. А вот тот же белый или зеленый, это прям ужас-ужас что-то называется. С одной стороны, да, это так. С другой стороны, как я и сказал, скорее всего, сам по себе настой, он получается, в принципе, сбалансированным более-менее. Потому что не приходилось ни разу читать, чтобы кто-то отравился чаем. Ну, это действительно так, видимо. Потому что здесь немного веществ, во-первых. И во-вторых, может быть, мы не все знаем вот эти вот реакции антагонизма, синергизма в растворе. Имеется в виду. Зато, когда люди начинают говорить, ну вот смотрите, есть эпигалокатехиногалат. Это такой ECG, ой, прошу прощения, EC, EGCG, да. Это просто, я не знаю, панацея. То есть экстракт зеленого чая, он так еще называется. Ну, в общем, он содержит именно этот катехин. И на него пытались повесить практически все профилактические свойства, какие только можно было. По очереди или одновременно? И одновременно, и по очереди, и все остальное прочее. Например, им очень долгое время активно пользовался Гербалаев. Он у них был практически везде. И когда начали разбираться, что там происходит со всякими вредностями, скажем так, для здоровья, выяснилось, что да, вот этот самый эпигалокатехиногалат один из наиболее, ну, наверное, так, наиболее гепатотоксичных молекул как раз внутри чая. Но важно, когда мы его вынимаем, очищаем и в концентрированном виде, либо в виде экстракта, либо в виде таблеток, либо еще как-то, начинаем в себя пихать, пытаясь оздоровиться по максимуму. И Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов проводило специальную аналитику. Они, в общем, довольно часто такие вещи делают. Почему? Ну, потому что он очень активно продвигался. Что вот, да, экстракт зеленого чая, да, это прям здорово, пейте все килограммами и прочее, прочее. Ну, и выяснилось, что, например, больше, чем 800 миллиграмм его нельзя принимать. Потому что дальше вот за этой цифрой доказаны уже, да, действительно, идет гепатотоксический эффект, в первую очередь. Ну, и там еще за собой подтягивается куча всего неприятного. Причем даже Гербалаев, он отказался от экстракта зеленого чая именно по этой причине. Что насобирали наблюдательных исследований, выяснилось, что, смотрите, там пересадка печени потребовалась, там вообще летальный исход, там еще что-то. Все это насобирали, и у токсикологов есть такая база данных, Ливертокс называется, это международная база данных по гипотоксическим веществам. Под зеленый чай, там отдельная глава, то есть просто отдельная глава, специально выделена именно под экстракт зеленого чая. Да, ну и по большому счету именно под вот это вещество. Может быть, там еще что-то есть такое, ну, скажем так, не сильно полезное для человека, но пока об этом не пишут. В основном вот упор был на это. Здесь еще важная вещь есть, которую мы как бы упускаем довольно часто. Все, что мы пересислили, вот катехина, например, они проявляют свойства танинов. То есть, что имеется в виду, они могут захватывать что-нибудь. Это такие огромные молекулы получаются. Ну, да, они могут... Только вывернутые, ну, да, 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 да. Я понимаю, химически я понимаю, я просто аналогией пытаюсь. Да, то есть это некий краб, скажем так, который может захватывать что-то поменьше размером. И вот так происходит, например, со многими лекарствами. Если мы зеленым чаем, опять же мы говорим про зеленый чай, там много этих самых катехинов. Если мы будем запивать, например, препараты железа, ничего хорошего не получится, потому что его просто захватят, и биодоступность у него будет практически никакая. С железом и так проблемы на самом деле, его доставить в организм довольно сложно. А здесь, если мы еще вот такую химическую реакцию проведем, а ведь настой чая – это фармакологически активная вещь, получается так. То, да, активность препарата падает. Причем это относится и, например, к статинам. Это относится к препаратам против давления. Статинам, да, кардиологические препараты против давления, то есть те, которые ингибиторы ангиотензинопревращающего фермента, например, или там бета-блокатор, или что-то в этом роде. То есть если человеку, ну, вдруг у него артериальная гипертензия, ему назначили эти препараты, лучше их чаем не запивать. Вот что интересно, кофе можно? То есть вот с кофе таких проблем нет, а с чаем есть. Не запивать или вообще лучше не променять чай? Нет, имеется в виду не запивать. То есть так, чтобы они были друг от друга отставлены хотя бы на полчаса. Лучше, конечно, если час или два. Получается, что эти препараты лучше запивать водой, например, они чаще всего идут у нас после еды. Ну, никаких особых ограничений в этом смысле нет. То есть можно и до еды, например, там можно через некоторое время после еды. Либо вы можете как? Поели, приняли таблетку, запили водой, например, и через некоторое время потом пришли попили чай. Ну вот так, так допустимо, в этом ничего страшного. Я не скажу, что оно будет падать критически, да, это содержание препарата в крови, но эффект будет немножко не тот, на который рассчитывал человек. Поэтому лучше не рисковать. Ну, уже в этот коридор не попасть, да? Потому что реакции индивидуальные, как это обычно и бывает, чьи все разные, да. То есть мы не можем сказать, сколько конкретно. Вот сейчас вот в этом настойке, сколько в одном и сколько во втором, мы не скажем. Мы можем померить, да, но каждый раз мы это воспроизвести не сможем. Поэтому с точки зрения, опять же, токсикологии, мы лучше не рискуем и не сочетаем между собой чай и лекарственные средства. Перестраховаться. А есть еще какие-то принципиальные, может быть, несочетаемости с чаем, с кофе, вообще вот с кофеин содержащими? Ну, здесь, как мы понимаем, да, с кофеин содержащими, естественно, не будут работать те препараты, которые предназначены для успокаивания человека. То есть это различные снофорные, седативные, там, нейролептики, все остальное прочее. Вот это с кофеином будет сочетаться не очень. Алкоголь здесь интересная вещь, опять же, зависит от того, что мы хотим. То есть если мы хотим, чтобы опьянение наступило побыстрее, то кофе с алкоголем это прям то, что надо. Потому что кофеин работает. Ускоряет доставка получается. Да, ну, своеобразный такой проводник через гематоэнцефалический барьер. Это одно и так неплохо, он неплохо через него проходит, а здесь он еще быстрее уходит. И еще вторая такая интересная вещь, это маскированное так называемое опьянение. То есть при сочетании этанола, который является депрессантом, и при сочетании кофеина, который по сути антитормоз, то есть он немножечко замедляет это торможение, в том числе этаноловое, человеку кажется, что он менее пьян, чем на самом деле. И он может добавить. А потом, когда уйдет действие кофеина, что называется, в дрова. То есть это были и полевые исследования на эту тему, в том числе люди, которые выходили из бара после употребления энергетикой, в том числе были готовы сесть, например, за руль. Буквально там небольшая была экспозиция, наблюдение за ними, через 20-30 минут они уже просто вообще никакие. Именно потому, что это действие закончилось. А так, в общем и целом, скорее всего, больше ничего такого критичного нет. То есть нам главное не допускать именно фармакологического взаимодействия. Ну я рассказал, с чем. Там не такой большой список на самом деле. Это первое. И второе, чтобы это не было антагонизмом. То есть, соответственно, поскольку эти вещества направлены на, условно скажем так, тонизирование человека, то все, что работает как успокоительное, оно, в общем, не рекомендуется для сочетания. Супер. Про похудение. Зеленые чаи, вообще какие-то чаи, даже не чаи, но вроде как чаи, очень любят для этого променять. Насколько это имеет под собой какую-то вообще основу? Или это просто... Ну, насколько я понимаю, используется именно форма, да, то есть лекарственная форма травяного сбора. Некого. Туда добавляют, скажем, мочегонные слабительные травы и работает это именно так. То есть, никак иначе. Я бы сказал, что вот обычный зеленый чай для похудения скорее не подойдет. Да, я понимаю, что вот тот самый экстракт зеленого чая, да, его продвигали как средство против похудения. Но когда разобрались с токсическими эффектами, в общем, как бы от этого уже отказались. И поэтому на сегодня это в основном будет что-то другое. То есть, не камелия китайская, а там что-нибудь другое, содержащее, например, там сену, содержащее крушину, содержащее там какие-то мочегонные травы, там медвежьи ушки или что-то в этом роде. То есть, там довольно будет такой интересный. Но с точки зрения токсикологии стрёмный набор, я бы сказал так. Поэтому увлекаться такими чаями не стоит. Про, вы упомянули биологическое название, собственно, чая. А что это вообще за растение такое? И вот, например, Иван-чай, это чай или нет? Опять же, как мы будем говорить, да, то есть, с какой точки зрения. Либо мы даем нормальное научное определение и принятое в промышленности, либо мы берем то, что называется обывательское. Обывательский чай это все. Вот даже ромашковый это тоже чай. Хотя, с точки зрения промокологии, да, это будет настой, но это будет другой настой. В принципе, и в науке, и в медицине, и в чайной промышленности принято называть чаем только то, что снято с камелии китайской. Это такой кустарник, соответственно. И вот чай это то, что мы получаем с него. Иван-чай это очень интересная история, потому что на самом деле многие растения похожи на камелию. Ну, просто ей как-то повезло в этом смысле и по сочетанию, и по традиции, и по произрастанию. Именно культивация. Да, именно культивация, и именно этот регион. Там слишком много всего сложилось вместе. Просто вот это действительно стало такой традиционной чайной культурой. В Иван-чае, в общем, тоже были все на это предпосылки. Но единственное, что это северо-запад в основном, России. То есть, это прям далековато и от торговых путей, и от сил остального. Да. А с другой стороны, очень долгое время вот этим, он так назывался, копорский чай, копорье. В основном там был, его и собирали там, и также в точь заготавливали. Его тоже можно ферментировать, и все остальное прочее. Вкус будет, но я не скажу, что один в один. Именно поэтому им фальсифицировали чай. То есть, не выдавали его за чай. Это можно было раскусить. Есть разница. Но в мешок, скажем так, нормального чая, добавляли пару ведер копорского чая. И вот это узнать было невозможно. А разница по стоимости в сто раз. Поэтому вот такая практика, она очень широко использовалась. Именно потому, что вот эти все торговые пути, они как раз через копорье примерно и проходили из Китая. То есть, как раз там можно было этим делом заняться. Увеличить количество груза. Да, да, да. При этом он получается такой уже довольно традиционный. То есть, его история применения насчитывает сотни лет. Ну, конечно, не тысячи, как Китай, но тем не менее сотни лет. И мы на сегодня можем сказать, что да, скорее всего, это будет таким безопасным напитком. Поэтому иван-чай можно использовать. Ничего страшного. А вот, скажем, с ромашкой, там уже другие проблемы. Ее нельзя использовать именно как заменитель чая. Потому что очень часто бывает, что а вот я пью ромашковый чай. Ну, давайте, вы, конечно, молодцы, но давайте вы будете смотреть, например, за показателями крови. Потому что там, в этой самой ромашке, содержатся кроверазжижающие вещества. И это далеко не всегда хорошо. То есть, я понимаю, что все стремятся ощелачивать организм, разжижать кровь. Это и то, и другое не всегда хорошо. Далеко не всегда. Если мы перестараемся, то мы получим повышенную кровоточивость. Ну, тех же десен, например, или кожи, или что-то в этом роде. И это будет следствием регулярного применения ромашкового чая. Это касается и остальных растений в том числе. Мы далеко не все их знаем. В чем опасность растения? Это непредсказуемый состав, я бы сказал так. И если у нас есть и вот здесь тысячелетняя история с Иванчаем, там, несколько сот лет использования, то мы примерно представляем себе эффекты для здоровья. А если это какая-то менее распространенная культура, но потому что заваривать пытаются вообще все, то вот, да, там могут быть некоторые неизвестные, неизученные, непредсказуемые эффекты. То есть ставить на себе токсикологические эксперименты я бы не рекомендовал. Ну и плюс получается, что вот эти все травы, травные сборы, они же могут, непонятно где они собираются. Здесь это как бы плантации. Ну, хотя это хороший вопрос. А что насчет тяжелых металлов, вообще бредных веществ каких-то в чае, например? Это связано напрямую с тем, что чай растет на почве. А почва, соответственно, у нас может содержать всякое разное. Причем мы на это далеко не всегда можем влиять. Ну вот если мы посмотрим карту, например, залегания мышейковистых руд, то выяснится, что некоторые из них очень так неплохо пересекаются с сельскохозяйственными угольнями. И да, это означает, что может быть повышенное содержание мышейка, соответственно, в грунтовых водах, в почве и в тех растениях, которые растут сверху. То есть это тоже нужно учитывать. Естественно, проводится мониторинг и все остальное прочее. Но растение не обладает такой выделительной системой, как человек. У нас есть почки, у нас идет фильтрация, все остальное прочее. У растения все-таки это устроено гораздо проще. И в основном то, что есть в почве, растение будет тянуть в себя, независимо от. И не выводить. И не выводить. Соответственно, поскольку самое частое содержание, скажем так, в почве, это будет свинец, это будет ртуть, это будет кадмий, алюминий и все остальное прочее. То есть то, что есть в натуральных рудах, скажем так, то есть натуральных минералах во всем остальном. И то, что может переходить в либо в ионизированную форму, либо еще как-то, что может усваиваться растениями. И выясняется, что да, с ртутью, кстати, все более-менее прилично. Потому что ртуть не находят в чаях. Это хорошо. Нам достаточно морепродуктов, там своих проблем хватает. Вот все остальное, в основном это алюминий. Причем, что интересно, когда люди говорят, я не готовлю на алюминиевой сковородке, потому что это опасно, все остальное прочее. Но при этом активно пьет чай. Вот алюминий он получает из чая. Это первый пищевой источник алюминия чая. И второй тяжелый металл это свинец. Соответственно, здесь мы тоже ничего особо сделать не можем. Это большая проблема любого растительного сырья. Потому что свинец там содержится в натуральном виде. Плюс еще периодически пробегает кадмий. И регионами, в зависимости от залегания рут, пробегает еще мышьяк. Вот это основные тяжелые металлы, которые встречаются в чае. Это не означает, что нужно прямо сразу от него отказываться. Или переставать пить или прочее. Потому что вопрос всегда в размере эффекта. То есть, насколько много это. И вот, да, если мы начинаем это смотреть, при, скажем, интенсивном заваривании, то есть, с длительным завариванием, опять же, экспозиция, получается так, что переход металлов гораздо выше. Причем кратно получается выше, чем при кратковременном. Ну, кратковременно имеется в виду 3-5 минут. А долговременно это 15 и больше. Соответственно, есть некоторые резоны в том, чтобы не пить чай из вчерашней заварки. Видимо, что-то, как бы, либо подозревали, да, либо просто совершенно эмпирически на это наткнулись. Наверное, идея пить свежезаваренный чай, она правильная. Ну, и плюс он просто вкуснее. Ну, опять же, тут кому как. Но, да, я согласен. Я пока не встречал любителей вчерашней заварки. Ну, не скажите, это была традиция. По крайней мере, в СССР это была вполне себе традиция. То есть, есть заварочный чайник, его заливают, и потом пьют, вот сколько дней его хватает, постоянно подливая кипяток, и все остальное просто. Да-да, хотел сказать, что не встречала. Ну, почему? Это было очень распространено. Это было очень распространено. Это только сейчас появилась мода на то, что один чай, одна заварка. Про детей давайте поговорим. Вот у меня сын 3 года, он уже активно на домашних чайных церемониях всем гостям разливает, сам иногда пьет чай. Насколько это вообще корректно? Насколько, ну, в принципе, кофеин содержащая для детей? И с какого возраста? Есть ли какие-то в этом плане ограничения, рекомендации? Ну, здесь я так очень-очень осторожно буду заходить на педиатрическую территорию, это все-таки лучше уточнять у этих специалистов. Но если мы смотрим на кофеин, содержащий напитки, то ориентироваться нужно на состояние ребенка. Понятно, что на ночь такие вещи ему давать крайне нежелательно. То есть чай на ночь – это плохая идея. Мы уже договорились о том, что бодрящий эффект у него пролонгированный. Он, конечно, не так выражен, но тем не менее длинный получается. Поэтому если ребенка на ночь напоить чаем, он вам будет ночью устраивать бисюм. Это не очень хорошо. Ребенка кофе им поим надо? Нет, лучше нет, 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 не надо. Это тоже плохая идея. Опять же, мы все это делаем где-то в первой половине дня примерно. И это зависит, опять же, от индивидуальных реакций. То есть как ребенок на это реагирует. Потому что некоторые вполне нормально переносят и кофе, и чай, и без каких-либо проблем, и все остальное прочее. Я так, чтобы вспомнить, я лет с шести, по-моему, или с пяти пью растворимый кофе. Ну, то есть мы начали с растворимого кофе, а потом постепенно уже дошли до зернового и всего остального прочего. Я не помню, чтобы мне это как-то сильно мешало. Но опять же, мой личный пример, он абсолютно не научен, потому что есть ряд людей, у которых и чувствительность рецептора другая, и усвоение, скажем так, кофеина, оно отличается, и все остальное прочее. Поэтому в данном вопросе мы ориентируемся на то, как себя ведет ребенок после того или иного напитка. Единственное, что не следует делать, это, конечно, стараться использовать кофеин, содержащие газированные сладкие напитки, бутилированные, что называется, колы различные и все остальное прочее. Вот это как раз плохой вариант. А чай, кофе в данном случае, в общем, гораздо меньшее зло. А что там, там сахар в основном будет? Ну, смотрите, нет, не совсем. Там очень интересный, на самом деле, подход. Идет объемное замещение. Что имеется в виду? То есть мы, естественно, можем выпить в сутки определенное количество жидкости. Но у нас физически больше не влезет. И детство, и юность, там где-то, ну, кого как, 21-25 лет примерно, это период закладки кальция в кости. Мы потом никак не сможем его туда затолкать. Дальше будет идти только резорция. И в итоге это все заканчивается остеопорозом и всем остальным прочим. То есть это физиология. Это нормально, так оно должно быть. Мы пока не научились делать обратное. Мы можем подтормозить этот процесс, но не более того. И получается, что ребенок в детстве, он пьет эту сладкую газировку. Причем она же есть и диетическая, так называемая, с сахарозаменителями. Вроде бы ничего страшного такого не происходит. С одной стороны. А с другой стороны, он не пьет, скажем, молочные продукты. Он не пьет какие-то другие соки или еще что-то. Именно потому, что он уже надулся газировке. Два литра в нем есть, он как бы все, уже бегает, булькает, больше туда просто не влезет. И когда проводились исследования, очень интересно, откуда вот это поверье, такое своеобразное, что газировка вымывает кальций из костей. Так вот, когда проводили исследование, выяснили, что у детей, которые предпочитают газировку, такую кофеинизированную, у них действительно уровень кальция пониже. Но, это же наблюдательное исследование, значит, возможно, обратная причинность. Соответственно, она выглядит следующим образом. То есть, такие дети просто меньше пьют молока, молочных продуктов, всего остального, то есть нормальных источников биодоступного кальция. Именно поэтому у них ниже уровень. Не потому, что там ортофосфорная кислота растворяет кости, хотя и такое приходилось слышать, это бред редкостный. Уровень пищевого фосфора никак не влияет на обмен костей, на обмен кальция. Это тоже было изучено и показано. А вот происходит именно объемное замещение. Поэтому лучше, конечно, ребенка, скажем так, не то, что молоком, не обязательно прям чистым молоком, у нас же масса различных молочных напитков, всего остального, и кислая молочка подойдет, и йогурты какие-то питьевые, все остальное, то есть их на самом деле много. Источник кальция, самого биодоступного, в принципе, мы млекопитающие и млекопитающиеся. Я понимаю, что во взрослом возрасте это не очень работает, некоторые теряют способность усваивать молоко нормально, но в детском возрасте это как раз то, что надо. Кстати, как раз у китайцев, кажется, с этим сложности, в большей степени, генетически, с усваиваемостью, лактозу. Ну, это не обязательно, там оно довольно интересно, там и по племенам вроде как рассматривают, ну, где кто занимался, когда кто собирательством, кто животноводством, и прочее, прочее, там интересные работы, да, там интересная очень работа на эту тему, когда пытаются выкопать источник, то есть откуда вообще это, в принципе, взялось. Ну, да, есть такое, что в большинстве случаев мы теряем с возрастом способность переносить молоко, именно чистое молоко, какое-то частично ферментированное, скажем, те же кефиры или йогурты и все остальное, обычно такие люди переносят полегче. Ну, с другой стороны, когда уже прям совсем плохо, то есть бывают люди, которым даже глоток молока, и потом все, это проблема на весь день. Для них как раз и придуманы, в том числе, растительные альтернативы, которые имитируют молоко, и в кофе, скажем, или в чай можно добавлять, и тогда, пожалуйста, получается интересно. Так, я вот найдем. Да, отличается. Все, сильнее остывает оно. И забавно, что сухой чай, влажный чай и, соответственно, масла, вообще три разных запаха. Напиток пахнет четвертым образом, довольно забавно. То есть мы просто как бы производим такую... Как-то химическую? Дифференцировку. Мы немножечко эти фракции раскладываем. Ну, насколько можем, да. Довольно забавно. Что ж, еще вопрос у меня остался про традиционную китайскую, можно сказать, медицину, но, наверное, не совсем медицину. И, собственно, про... В названии есть чай, поэтому я решил, что обязательно надо этот вопрос задать. Чайный гриб. Понятно, что он отношение к чаю имеет довольно... Ну, такое... Ну, вообще прямое. Ну, расскажите, пожалуйста, вот про то, что это такое... Какого эффекта от этой штуки ожидать? Надо ли это пробовать или не надо пробовать? Ну, как вы понимаете, когда есть избыток чая, нужно, чтобы кого-нибудь ему скармливать. То есть, по большому счету, этот чайный гриб, это способ консервации, получается. Ну, примерно как кефирное зерно. Оно примерно то же самое, да. То есть там тоже симбиоз бактерий и грибов, они просто как бы превращают цельное молоко в нечто более длительно хранимое, скажем так. Вот примерно та же история с чайным грибом. Консервация. Консервация, да. То есть это тоже способ переработки более длительного хранения и всего остального прочего. Потому что, ну, куда его девать? Его много. Там, где много молока, там, естественно, мы делаем кисломолочку. А где много чая, мы делаем кислочайную какую-то продукцию. Вот так оно получается. То есть, что это у нас? Уксусное брожение получается. Бактерии, которые идут по этому пути. Уксусно-кислое. И плюс грибы в том числе. То есть это такая, ну, в общем, известная комбинация, она, еще раз говорю, встречается неоднократно. И в пищевой промышленности, в том числе, и в традиционных вещах, во всем остальном. То есть получается, что это живой организм, который ест чай. И продукты жизнедеятельности сбрасывает в жидкость, потом мы ее радостно пьем, считаем, что это оздоровление. Вот примерно так. А здесь есть довольно интересная вещь. То есть пока это называется чайным грибом, ну, в общем, это, наверное, может быть даже и не лечебно, и не полезно там, или еще что-то. А вот если переименовать это в комбучу, все, тогда это сразу, немедленно становится фактором здорового образа жизни, там всего остального прочего, и, конечно же, обладает невероятно целебными свойствами. Опять же, не совсем так. Мертвых не поднимает? Нет. К счастью, нет. Но там есть такие нюансы, да, то есть никто не говорит, что его нельзя пить. Опять же, да, мы всякие странные вещи пьем, и более странные, чем комбуча. Поэтому вопрос в количествах и в целях. То есть, если мы его пьем просто как прохладительный напиток, и где-то там по стакану в день, ну, в общем, ничего страшного. Как только мы за это количество уходим, как только мы начинаем опираться на него как на некую оздоровительную систему, вот тут начинаются проблемы. Да, потому что фанатизм, он везде плох. Причем фанатизм у нас получается, вот по данным, по крайней мере имеющимся, это, да, за стакан в сутки. Получается так. Как я и сказал, этот чай уже кто-то пил. И, соответственно, продукты жизнедеятельности для человека, скажем так, они, мягко говоря, не полезны. У нас там есть и гепатотоксические вещества, у нас там есть и куча других веществ, и во всем мире описаны неоднократно летальные исходы даже. То есть, не то, что там поражение печени, но летальные исходы, прям летальные исходы, напрямую связанные с потреблением этого самого чайного гриба. Но, опять же, там речь шла в основном о литрах. То есть, когда люди пытались заменить чайным грибом свою обычную воду, или обычный чай, или там какие-то другие напитки, они считали, что он невероятно полезен, ну как же об этом в соцсетях пишут, там же врать не будут. И именно поэтому они его закупали килотоннами, скажем так, и примерно так же использовали. Поэтому нет, опять же, к нему нужно относиться, как к любому другому напитку, крайне осторожно. у нас есть один единственный более-менее безопасный регулярный напиток, это вода. Все остальное, поскольку у нас содержат другие химические вещества, оно может для разных людей нести разную степень опасности. Для кого-то не будет никакой опасности, да, он может всю жизнь этот самый чай пить, ну опять же, там по стакану в день ничего страшного, все нормально, все хорошо. А есть люди, которым этого будет достаточно, чтобы поехать в токсикологию, или лечь на трансплантацию печени, или в итоге, да, к сожалению, покинуть наш бренный мир. Так что да, это, я бы не сказал, что это такая здоровая тема, как редкий напиток допустим, но на него... Ну и не какой-то яд токсический? Нет, 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 как вы понимаете, поскольку он продается в промышленности, в том числе, в готовом виде, то, естественно, там он может быть даже как-то немножечко изменен, может быть разведен, может быть еще что-то в этом роде. Мы-то в основном говорим о том чайном грибе, а медузамицетия, он так и называется, вот эта вот красивая слоистая структура, это на самом деле биопленки. Вот если кто хочет посмотреть, как выглядят биопленки, посмотрите на чайный гриб. Это оно как раз. И когда он в трехлитровой банке стоит, его там кормят всячески, не только чаем, но и сахарком и все остальное прочее, размножается он только передачей трехлитровых банок друг к другу, больше никак, естественно. Но зато он таким образом может захватывать мир, видим, он так нами управляет. Крадицепс буквально. Да, почти. Почти, да, своеобразный.